Дачные домики, гаражи, свобода, драйв, веселая компания. С наступлением теплых летних дней растет количество побегов из дома несовершеннолетних детей. Уходят по разным причинам, чаще всего из-за конфликта в семье. Между подростками и родителями, между самими родителями. Когда родители начинают ссориться, ребенок считает, что это все происходит из-за него. И единственная, на взгляд ребенка, возможность сохранить семью и сделать так, чтобы мама с папой остались вместе, это создать проблемы в семье. Самое простое, да, сбежать из дома. Чаще всего уходят подростки 10-14 лет. В основном девочки, особенно если не находят дома тепла и понимания. Девчонки в подростковом возрасте, ну и ищут такого человека, да. Если дома нет поддержки тепла, то они очень быстро могут найти его на улице. Чаще всего это бывает мужчина. Ну и девчонкам, конечно, нравятся комплименты, тепло. К сожалению, да, в рутине дел, в быту родители забывают о каких-то элементарных словах, которые можно говорить ребенку каждый день, даже если не всегда хватает на это время. Если не можете изменить ситуацию, ребенок уходит из дома и не первый раз, измените отношение к ней, говорят психологи. Больше говорите о безопасности в тех местах, где подросток проводит время, а не читайте морали. Расскажите ему, что есть специальное учреждение, где его всегда выслушают, приютят, накормят и обогреют. Например, в Перми это социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Не надо оставаться на улице. Улица – это всегда опасно. Вы даже не можете предположить, что может произойти на улице, и с какими людьми вы можете встретиться. Это не всегда хороший человек может попасться на вашем пути. Поэтому лучше обратиться сюда. Сюда можно обратиться, не предъявляя вообще никаких документов. Просто прийти и сказать, у меня проблема, мне некуда идти. И прием здесь круглосуточный. Здесь психолог, здесь воспитатели, здесь социальные педагоги. И вся их работа направлена на то, чтобы ребенок остался жив и здоров, и чтобы он вернулся в свою семью. В Перми работает один базовый стационар социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних адрес Куйбышева 169-4 и три его филиала. В Закамске на улице Победы 37 и на Химградская 9 и в индустриальном районе на Дениса Давыдова 10. Здесь дополнительно открыто отделение «Маленькая мама», куда может обратиться беременная несовершеннолетняя, если в семье из-за беременности возник серьезный конфликт. Все указанные телефоны работают в круглосуточном режиме.